Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня у нас очень такая необычная тема. Когда же просвет в жизни? Это расклад для тех, кого все детство наказывали. Даже если вам уже 60 лет, и у вас эта психологическая травма не устранена, вы можете до сих пор жить довольно-таки тяжело и вспоминать о том, что у вас было негативного с родителями, что вас наказывали. И могут не родители наказывать, кто-то жил в детском доме, кто-то как-то подвергся, может быть, агрессии со стороны даже сослуживцев, одноклассников. То есть вас как-то в прошлом наказывали. И просвет в жизни не наступает именно поэтому. И вот мы с вами посмотрим на гуд карма Таро, хорошие кармы, когда у вас в жизни просвет. И как он может быть наступит, с чего он наступит. Вот именно для тех, кого очень много в прошлом обижали и именно как будто бы наказывали, или наказывали, как бы за несуществующие проступки. И у нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Действительно, если у каждого из нас, бывает такая психологическая травма, с ней практически невозможно жить и не вспоминать. Это правда. Это правда. И, конечно, человек может всю жизнь себя чувствовать несчастным или просто невезучим. Ничего не получается, всё валится из рук. Первая карта – это вы сейчас. В каком состоянии вы находитесь, каким человеком вас видят высшие силы. Что да, вы в прошлом испытали такие трудности, но вот как вас именно сейчас высшие силы видят. Вот. Первая позиция. Вторая позиция. Третья. Первая, вторая, третья позиция. Выбирайте свою карту. И те, кто ещё не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Но напоминаю, что по первой карте вы ориентируетесь, потому что, по сути, вы должны узнать в ней себя. И мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Когда же просвет у вас в жизни? Если вас всё детство наказывали, да? Итак, вы сейчас кто вы? Вы у нас десятка жезлов. Человек, который тянет непосильную ношу. И уже из последних силёнок он пытается дойти с этой непосильной ношей куда бы то ни было и сбросить её. Карта трудностей, кредитов, там, не знаю, долгов, ужасных обязанностей. Возможно, вы выполняете очень много за кого-то всяких разных дел, поручений, работы. Карты на вас часто перекидывают работу, чужую, чужие обязанности. Также в семье, может быть, вы берёте обязанности членов семьи на себя вместо того, чтобы их распределить. Карта как в работе показывает загруженность, так и просто в жизни. Даже в отношениях может показывать загруженность. То есть, вот тяну свою лямку в жизни и не знаю, когда же этот просвет действительно наступит. То есть, вот для вас эта тема наиболее актуальна, на самом деле, первая позиция, что да, во-первых, у вас была травма такая с детства, а во-вторых, когда же просвет, вот вы даже не представляете, когда же этот просвет в жизни. И действительно, жизнь при этом похожа на череду препятствий. То есть, у вас сейчас так вот есть, и высшие силы вас видят именно вот в таком вот состоянии. Но вы пыжитесь, вы стараетесь нести эти 10 жезлов, нести свой, так скажем, тяжкий крест и донести его до куда-то, до какой-то точки. Хорошо. Давайте посмотрим примерный период в жизни, когда может наступить просвет для вас. Вот когда именно. То есть, сначала мы определим некие сроки для вас. Именно сроки. Представляете, в этот момент на улице пустился дождь. Так, ваши сроки. Туз жезлов. Вот по тузу... Ой, восьмерка жезлов. Почему я их путаю? Ас и ахт. Вот как так? Восьмерка жезлов. На самом деле, по восьмерке жезлов, вот, кстати, как раз-таки нет. Определенный срок должен быть. Первое, что может быть по ней, это конец ноября, начало декабря. То есть, вот это может быть уже в этом году, так скажем. В год, когда вы смотрите это видео, или, ну, ближайшие для вас вот эти вот сроки. Конец ноября, начало декабря. Карта всегда показывает скорость, и что это может наступить очень быстро, этот просвет в жизни. Что для этого не нужно ждать там много-много времени, много-много лет. Конечно, восьмерка, то, что восемь, да, может быть восемь дней, восемь недель, восемь месяцев, и даже восемь лет. Это правда. Но сама восьмерка очень скорая, да, она показывает именно быстрое развитие событий, достижение целей. Поэтому я бы, ну, для вас все-таки выбрала, так скажем, подсознательно. Конец ноября, начало декабря. То есть, момент, когда у вас может быть в жизни просвет. Хорошо, смотрим дальше. С чего просвет начнется, и что там будет дальше в вашей жизни? Давайте смотреть. С чего начнется просвет? Паш Кубков. И что там дальше будет в вашей жизни? Туз Пентаклей. Видите? Ахт Ас. И поэтому я часто путаю. Не знаю почему. Ну, вот, видимо, А. Вижу, и все, мне кажется, Туз. Итак, у вас замечательные карты, у вас выпали прям карты благословения, удачи и счастья для вас. Паш Кубков. Что это означает? Это в первую очередь какое-то, может быть, яркое предложение для вас. Знакомство, признание, разговор любовный. Вы знаете, Паш Кубков, это такая карта, очень-очень такая приятная, нежная. Вот что-то такое вот для вас, как сюрприз будет, очень такой к сердцу сюрприз в жизни. Рассчитывайте, да, например, на такие сроки, какие я назвала, на все сразу. И ждите, ну, может быть, какого-то шанса в жизни, возможности в жизни через либо хорошие новости, такие хорошее письмо от кого-то, хороший разговор от кого-то, да, вот радующее известие, радующее вас. Также может быть, ну, какая-то новость, связанная с вашей семьей, тоже бывает, с детьми и с вашими, если вы уже там в достойном возрасте, да. Это может быть любовное послание, как я говорила, признание в любви от любимого человека и вообще появление любимого человека в вашей жизни, если вдруг у вас его нет. Иногда по этой карте приглашают на свидание, на встречу, дарят какие-то небольшие подарки, оказывают знаки внимания, могут подарить, прислать цветы. Вот именно с такого момента вот какого-то у вас начнется в жизни просвет. Но этот просвет выглядит просто, вот просто потрясающе. Это туз Пентаклей, это счастливая карта, самая счастливая в колоде Таро. Мы видим кошелек с монеткой, значит, ваш просвет в жизни будет связан с изобилием финансовым, с деньгами, да. Также с каким-то, может быть, очень важным предложением по работе. Например, вас пригласят на новую работу, которая будет для вас очень, ну, приятная, на которой будет очень хорошо работать для вас, да. И карта, конечно, всегда показывает успех, удачу, счастье, счастливый случай, подарок от Бога, подарок от Вселенной. Моя любимая карта, вот правда, моя любимая карта, и она в последнее время выпадает как можно чаще, наверное, для того, чтобы людям тоже было приятно, да. Как бы моя душа, видимо, посылает вам эту карту. Часто Ту Спинтакли показывает начало нового тела, которому гарантирован именно успех, финансовый успех. То есть, допустим, вы начинаете бизнес или идете на новую работу, и, конечно, это обречено на успех, да, то есть заработаете быстро. Это могут быть любые хорошие возможности, да, получение какой-то денежной прибыли, вознаграждение, премию могут дать, и также разработка какой-то идеи, которая будет много лет, например, работать. Иногда это получение большого денежного подарка. Вот тоже, да, вот в этом будет просвет заключаться в вашей жизни. Иногда Ту Спинтакли показывает очень счастливый брак, постоянные отношения именно с любимым человеком. Поэтому ждите радости, ждите счастья в переходе с осени на зиму. Вот это будет ваше время, это будет ваше удачное время, счастливое время. Ну и, соответственно, освобождаться будете от ваших десяти тянущих вниз жезлов, да. Да, в детстве у вас были психологические травмы, были трудности. Да, вы часто это вспоминаете, но я вам дам такой совет. Попытайтесь это отпустить. Вы знаете, мы не можем жить в прошлом. Оно прошло, и оно, по сути, является только нашим воображением, фантазией. Пусть и воспоминанием, но это не будет играть роли в вашей жизни никогда, только негативную, когда вы вспоминаете плохое. Может быть, вам стоит остановиться и попытаться жить сегодня, сейчас. Строить счастливое будущее, может быть. Потому что на каждого человека, у кого было давление, агрессия и разные несчастные случаи в жизни, это влияет всю жизнь, и он не может стать счастливым почему-то. А на самом деле счастье, оно всегда рядом. И стать счастливым очень просто. Нужно просто остановиться в своих воспоминаниях. Вот такая первая позиция. А мы идём дальше. Позиции номер два. Расклад для тех, кого всё детство наказывали, на кого шла в прошлом агрессия. Могло быть от родителей наказание, могло быть от сверстников, могло быть от кого угодно. Может быть, даже муж в молодости. Но вот кто-то вас наказывал в прошлом. Вы не можете счастливо жить и не знаете, где просвет. Давайте посмотрим первую карту, в каком состоянии вас сейчас увидят высшие силы. Ага, вы семёрка пентаклей. Ну, получается, вы человек, который ждёт урожая. Ждёт, когда же вот его дерево расцветёт и принесёт плоды, понимаете? Карта, конечно же, показывает, что вы вкладывали силы во что-то долгое, длительное время. Вы что-то взращивали. Может быть, вашу семью взращивали. Может быть, какую-то работу проделывали. И, может быть, вкладывали силы в человека. И вы ждёте, ждёте, когда же будет результат, когда будут плоды от этого, понимаете? И правильно делаете, что ждёте. Потому что человек, он всё равно получает награду за свои труды. И, конечно, если вы будете ухаживать за этим деревом и поливать его, оно принесёт эту награду, оно принесёт эти плоды. Вы в состоянии ожидания сейчас живёте. Вы живёте в состоянии, когда вроде как и делаете что-то. Но это более-менее пассивное такое состояние всё равно. То есть вы откладываете счастье на потом. Это очень характерно для людей, которых наказывали. Правда, очень характерно. Многие боятся быть счастливыми. Часто вспоминают о прошлом, мучаются от этого прошлого, от своих травм. И откладывают счастье на потом. Вот вы сейчас откладываете. Вы ждёте каких-то, опять же, результатов. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, а когда наступит в жизни просвет. Именно по срокам сначала. Срок определяем. Когда в вашей жизни наступит хоть какой-то просвет. У нас выпала карта Луна. Как вы уже видите на карте, Луна показывает знак Зодиака Рак. Но также она может показывать знак Зодиака Рыбы. И вообще любые водные знаки. Если всё-таки мы здесь поговорим про Скорпиона, который тоже является водным знаком, то ближайший просвет у вас может наступить в ноябре. Однако, больше я бы вам посоветовала рассчитывать на просветы в марте и в июле следующего года. Однако, ноябрь не упускайте из виду. Потому что всё-таки ноябрь, конечно, ближе к вам. И вы же распоряжаетесь своей жизнью. Вы можете её улучшать. Однако, здесь у нас, как вы знаете, есть ещё момент. 18-й аркан. Может быть, вообще ваш просвет наступит в течение 18 дней, например. Или 18 недель, 18 месяцев. Но чаще всего дней. Также это может быть связано с 18-м числом какого-то месяца. Также это может быть связано с лунными циклами. Например, на следующее новолуние, на следующее полнолуние. Обязательно обратите внимание на лунные циклы. Ведь это же луна, значит, она намекает на луну. Правда? Поэтому, да, просвет у вас в жизни, в принципе, может быть скорым. Если вы постараетесь. Если вы поверите в себя. Если вы перестанете вспоминать о прошлом. Остановить воспоминания о прошлом очень тяжело. Особенно, если оно травмирующее. Но вам нужно помнить, что каждый человек переживает в прошлом что-то тяжелое. Психологические травмы есть у каждого. И да, у вас была особенная психологическая травма. Но, с другой стороны, может быть такое, что вы не хуже живете, чем другие. Ведь другие переживали еще что-то хуже. И это, конечно, не умаляет того, что с вами произошло. Что к вам была длительная агрессия. Что так получилось, что вы были подвержены, так скажем, негативным всяким влиянием с вашей стороны. То есть, с другой стороны, что вас наказывали в детстве или в молодости. И, конечно, с вашей стороны тяжело это все переживается до сих пор. Однако, если остановить воспоминания, в жизни просвет наступит очень-очень быстро. Просто попробуйте остановиться и не страдать. Потому что привычка страдать, она возникает практически у каждого с психологической травмой. Люди очень-очень любят страдать. Хорошо, давайте посмотрим, с чего этот просвет начнется и куда приведет. Так, идет девятка мечей. С чего начнется просвет? С вашего отчаяния. Вы знаете, мы часто приходим в такую точку отчаяния, когда мы действительно надумываем в себе плохой финал. Когда человек чего-то очень-очень ждет, вкладывая особенно свои силы, конечно, он может дойти до точки, когда он совершенно не верит в хороший положительный результат. И в этом проблема. Потому что вы, может быть, работали над чем-то, работаете сейчас, да, и ждете чего-то от человека, от какого-нибудь. Стараетесь. И период ожидания затянулся. А когда период ожидания затягивается, в какой-то момент, вот знаете, он такой переломный обычно, тебе кажется, что все закончено, что ничего уже хорошего не будет, и что ты положительного ничего не получишь, не добьешься. Это момент, действительно, когда у человека может случиться все наоборот. Когда у человека наоборот наступает просвет, и лучик надежды появляется после периода отчаяния. Вот этот период отчаяния у вас, к сожалению, наступит. Когда вы хватаетесь за голову, и, мол, вот совсем все плохо, да. Хотя на самом деле девятка мечей — это всегда выдуманное. Выдуманное страдание, выдуманный стресс и надуманная неудача, да. Хорошо, что будет дальше? А дальше идет королева мечей. Прекрасная карта, которая говорит, вы возьмете себя в руки. Вы не просто возьмете себя в руки, вы станете победителем по жизни, самостоятельным человеком и тем, кто сделал себя сам, свой имидж, свой образ. Вы поработаете над собой, вы сможете это сделать. Вы знаете, вот у людей есть невероятный двигатель внутри. Человек может все, но ему мешать лень. И, соответственно, когда мы ленимся, мы очень любим опираться на психологические травмы. То есть у меня ничего в жизни не получилось, потому что я в прошлом страдал. Меня в детстве наказывали. Меня в молодости наказывали. Люди меня никогда не любили. Меня преследуют неудачи из-за этого. И это оправдание. На самом деле прошлого не существует. Вы живете только сегодня. Попробуйте же делать шаг назад. Перенеситесь на 10 минут назад. Получится ли у вас? Вот сколько бы вы ни пыжились, ни разу ни у кого не получилось на 10 минут назад перенестись. А вы переноситесь каждый день мысленно на годы назад. На 20 лет, на 10 лет, на 5 лет назад. А что вы там забыли? Вы туда все равно физически никогда не попадете. Исправить вы уже ничего не можете. Даже вот сейчас вы прольете стакан воды на пол и разобьете стакан. Вы сможете это исправить? Вы вытрите полы, вы выбросите осколки. И как бы вы ни склеивали стакан, он прежним уже не будет. Все то же самое с нашим прошлым. Что бы вы ни делали, вы назад не вернетесь и не предотвратите падение стакана. То же самое с будущим. Сколько бы вы ни моделировали будущее, то вы там при оптимистичном настрое, невероятно богаты, потрясающие, там не знаю, у вас там виллы и самолеты, то в следующий момент там случается апокалипсис, взрываются, значит, атомные станции и так далее. Что бы вы ни представили, это только ваше воображение. Ни того, ни другого может не произойти никогда. Может произойти что-то из этого, но чаще всего не происходит ничего. Поэтому сколько бы вы ни воображали про прошлое и про будущее, вы должны жить сегодня. И королева мечей об этом говорит. Вы начнете жить сегодня. В этом будет ваш просвет в жизни. Вы начнете работать над собой. Вы начнете дисциплинировать себя. И то, что вы хотели создать из себя, идеального человека, вы его создадите частично похожего на тот образ, который релеяли в себе, считая, что вот этот человек будет победителем по жизни. Ну вот такая позиция. Между прочим, у королевы мечей здесь превосходный вкус. Есть драгоценности золотые и прекрасная фигура и лицо. Поэтому первая девочка чуть-чуть похожа на нее, на семерке пентаклей. Но посмотрите, насколько они разные. Первая девочка не уверена в себе. Она не любит себя. Она чего-то ждет. У нее нет имиджа. Что же с нашей королевой? Она смотрит прямо. Она достойная. Она гордая. И она знает себе цену. Ну вот такая позиция номер два. А мы идем дальше. Все детство наказывали. Когда же будет в жизни просвет? Наш цветочек розовенький. Давайте посмотрим первую карту. А кто вы? Да. Как вас видят сегодня высшие силы? По ней вы ориентируетесь. Карта мир. Ну здесь человеку, между прочим, частично удалось сохранить внутреннюю доброту, гармонию. Вы, знаете, по этой карте вы можете быть полны. Что это значит? Тучная фигура, лишний вес. Объясню почему. Потому что мир, эта карта круглая. И человек, когда у него длительный стресс, он наращивает шубу, лишний вес наращивает. Поэтому девушка здесь такая, в теле, да, на карте. Вот. Но при этом вы остаетесь добрым человеком. Почему люди наращивают лишний вес? Потому что они от стресса закрываются. Они слишком добры. Они не могут агрессировать в ответ. И они выбирают доброту. Доброту и полноту. Вот так бывает. Зато такой человек мир, да, он мирный человек. Он добрый человек, он коммуникабельный, он помогает людям, он дружит с людьми, он способен на то, чтобы поддерживать других. И несмотря на свои прошлые психологические травмы, да, что наказывали там всё детство или всегда наказывали, такой человек всё равно идёт с улыбкой по жизни и старается нести добро. Потому что он такой антистресс. Это реально антистресс. Весь стресс у него внутри остаётся. И с одной стороны карта может быть показывать вашу проработку. То есть, что вы проработали свои психологические травмы, вы полностью гармоничная личность. Тогда нелогично спрашивать, когда просвет, понимаете? То есть, личность, которая всё проработала, уже ни над каким просветом не задаётся вопросом, она уже с просветами живёт. И может быть, вы просто так открыли случайно этот расклад, и вы счастливый человек, на самом деле у вас жизнь сплошной просвет. Но если этого нет просвета, то вы, скорее всего, просто антистресс. То есть, человек, который все стрессы внутри себя закопал, остался доброй плюшкой-подушкой. И, соответственно, ну вы прекрасны, на самом деле. Я люблю таких людей, которые не агрессивны, потому что я сама агрессивная, не негативны особо, потому что я сама негативная, и не грубы, а, скорее, очень мягки, нежны и приятны в общении. Все мы любим своих противоположностей. Хорошо, давайте посмотрим, вот учитывая то, что вы такой гармоничный и приятный человек, человек-друг, да, когда в жизни у вас наступит просвет? А когда для вас наступит просвет? Я понимаю, что вы умеете поддерживать других. Но когда для вас наступит просвет? Первое, определяем сроки. Ну, мы здесь видим, смотрите, восьмерку кубков, да, и она очень часто показывает, действительно, первое, знак зодиака рак может показывать, да, то есть это период июля, ну, это слишком долго отсюда. На карте зима, как вы видите, или начало зимы, после осени, видите, девушка в пальто идет, поэтому с началом зимы у вас может появиться в жизни и наступит просвет. Вот такое тоже ведь часто бывает. Карта часто показывает переход из зимы, ой, из осени в зиму, с начала, с конца ноября по началу декабря. Она часто показывает такие вещи. И не зря на карте изобразили именно зимний период. А еще карта может показывать начало весны. Ну, то есть примерно период с середины по конец февраля. И знак зодиака рыбы. Вот, поэтому здесь либо скорпион, либо рак, либо рыбы, да, но чаще всего, конечно, рыбы. И, или просто вот погода на карте, да, то есть переход с ноября по декабрь. Поэтому я бы вам на вашем месте рассчитывала на ближайший период. Все-таки не откладывайте свое счастье и свои просветы в жизни. И знайте, что ближайшие там три месяца у вас уже может наступить просвет, если вы этого захотите. А всего лишь нужно поставить точку в вашем прошлом. Выковырять из себя все психологические травмы, нареветься, разорвать подушку, выпустить агрессию, которая спрятана глубоко внутри, которую вы никогда не выражали. Давайте посмотрим, с чего начнется ваш просвет. С двойки мечей. Вам придется сделать какой-то очень важный в жизни выбор. С этого начнется просвет. Вы сделаете правильный выбор. Вот, опять же, всегда ваша жизнь в ваших руках. Вам нужно будет этот выбор-то правильно сделать. Выбирать вы будете на перекрестке какую-то дорогу для себя. Допустим, куда вам идти работать, куда ехать или с кем быть. Этот выбор однозначно уже, может быть, наступил в вашей жизни или наступит вот-вот. И также карта, кстати, показывает часто примирение с кем-то. Ну вот, может быть, кто-то придет к вам повиниться, помириться с вами. И с этого может начаться в жизни просвет. Давайте посмотрим, чем он продолжится, куда он пойдет, этот просвет. В туз жезлов он пойдет. Новые яркие возможности, ваша яркость, индивидуальность, идеи, бизнес, страсть к этой жизни. А может быть, у кого-то будет невероятная страсть именно к вам, причем ответная. Карта показывает в жизни прорыв, карта показывает позитив. Много энергии, вы будете наполнены энергией. Причем эта энергия будет огненная, яркая, интересная. И у вас проснется интерес к самому по себе миру. Это очень важный момент. Ну вот такая вот у нас третья позиция. Надеюсь, что она вам понравилась. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч.